Домир Айдаров Вашего интервью, расскажите, как Вы стали волонтером? Ну, все очень просто. Мы даже не назвали это волонтерством. Мы просто делали уроки нравственности и ходили на то время. У нас был, наверное, первый такой созданный спид-центр. Распространяли какие-то листовки, различные вещи, проводили профилактические какие-то мероприятия. И мы думали, что мы просто здорово проводим время. Уже позже, наверное, лет через пять, только тогда для меня, потому что я в 17 лет стала волонтером. И лет через пять я поняла, что да, оказывается, я вот тот волонтер. Мы, оказывается, что-то такое делали добровольно, безвозмездно и на благо общества. Вы возглавляете национальную волонтерскую сеть. Сегодня сколько людей она объединяет? На самом деле очень много. Если так считать по статистике, да, у нас 58 организаций и инициативных групп. 36 городов по всему Казахстану хват идет. И количество волонтеров, которые проходят через волонтерскую сеть, ну, примерно за год около 30 тысяч человек. Какую помощь вы оказываете? В каких сферах? Разную. Можно отметить, что эти организации, во-первых, они самодостаточные. Вы нигде не увидите в Казахстане филиалов национальной волонтерской сети. Они являются представителями сети, но они самодостаточные. У них у всех есть свое название. Там общественные фонды, общественные объединения, объединение юридических лиц в том числе. И они занимаются разнонаправленным волонтерством. От экологии до работы с пожилыми, с людьми с инвалидностью и так далее. Можно перечислять и бесконечности. — 2020 год, уже в следующем году, будет объявлен Годом волонтеров. Что вас ждаете от этого? — Ну вот хочется еще, знаете, сразу сказать, Годом волонтера. Это очень важно, потому что весь акцент будет идти на личность и прямо на человека направлено. И ожиданий, на самом деле, с одной стороны, много, а с другой стороны, мне кажется, это так естественно, потому что очень многие работали даже больше 20 лет над этим. Я думаю, что это заслуга всех организаций, которые так или иначе занимаются волонтерской деятельностью. Поэтому это какой-то естественный процесс, но в то же время мы ждем разных системных шагов, разных моментов, наверное, единой мотивационной какой-то программы для волонтеров Казахстана. И показать те инициативы, которые зачастую не видны, это очень важно. — Например, какие инициативы? — Ну вот обычно у нас говорят, что молодежь — волонтеры, это молодежь. Я хочу сказать, что это заблуждение. Если мы копнем в регионах и так далее, это взрослые, 25+, выше 45 лет и так далее, они занимаются социальным волонтерством. И хочется показать именно те инициативы в социальном поле. Не ивент-мероприятие, не имиджевое волонтерство, а показать то, что делают люди каждый день на протяжении многих лет. Какие-то инициативы, та же работа с людьми с инвалидностью, те же экологические какие-то акции. У нас по всему Казахстану только я подписана на 28 инициативных групп, которые работают с животными на улицах. 28, представляете, по всему Казахстану. Только я их нашла в Инстаграме. Представьте, сколько их на самом деле. — Кто может стать волонтером сегодня? И как понять, человек, он, оказывается, чем-то занимается, и оказывается, вот он волонтер? — Любой. На самом деле вообще нет никаких ограничений без стереотипов, без предрассудков, без границ. Это наш девиз, потому что волонтерство абсолютно для всех. Чтобы понять, что ты волонтер, действительно, это очень просто. Ты занимаешься добровольно, тебя никто не принудил, ты пришёл сам, даже на субботник. Ты пришёл сам, это очень важно. Безвозмездно ты не ждёшь, наверное, какой-то оплаты своего труда. Здесь всегда очень путаются понятия. Бескорыстно — это не совсем безвозмездно. Вернее, безвозмездно — не совсем бескорыстно. Потому что волонтер всё равно за чем-то идёт. Он идёт за общением, он идёт за какими-то дополнительными, может быть, привилегиями. А может быть, он хочет построить свою карьеру в этом плане или получить какие-то знания, навыки. Это очень важно. Вроде корысть есть, но мы понимаем, что это безвозмездно. И на благо общества. Ты делаешь что-то для кого-то. Не просто так. Но очень главное ещё тут учесть принцип такой, которым я обучаю всех волонтёров — не навредить. А то у нас, знаете, есть такие проекты. Это не моё выражение. Мы обычно делаем проекты, когда переводим бабушку через дорогу. А мы её не спросили, ей вообще туда надо было или нет. И вот она там стоит и ждёт, когда её обратно переведут. Поэтому очень важно учитывать компонент «не навредить». Это такое осознанное волонтёрство, когда понимаешь, для чего ты это делаешь. Сегодня волонтёрство для молодёжи может стать своего рода социальным лифтом тоже? Да, бессомненно. Молодёжь должна понимать, что, во-первых, это дополнительные компетенции. Как ни крути, ты получаешь навыки, знания, общение. Ты можешь себя проявить. А опять же для молодых людей особенно. Я всегда говорю, выбирайте чётко, куда вы идёте. Потому что вы тогда точно понимаете, зачем вы туда пошли. И если вы хотите построить свою карьеру, вы должны выбирать те, например, мероприятия и так далее, которые будут вам сопутствовать в этом. Это вот приобретение чего-то дополнительного. Плюс вас увидят, вас заметят, если вы будете прилагать хорошие усилия. Есть на самом деле хорошие примеры, когда люди трудоустраиваются благодаря волонтёрству. Не по волонтёрской линии, но благодаря волонтёрству. Единицы остаются в этой деятельности работать. Вот наш председатель Ким Вера Александровна. Она постоянный волонтёр, можно сказать так. Таких случаев не так много. Но благодаря волонтёрству в том числе можно и карьеру свою построить. То, что где-то можно указывать в резюме, допустим, был волонтёр. Конечно. Все всегда думают и ждут чего-то, когда это всё примется государством и так далее. Мы работаем над этим, это очень важно. И да, мы стараемся предлагать такие инициативы, которые помогут. Поступление в университеты, рабочий стаж засчитать. Не знаю, это наши идеи, пока как это воплотится, ещё нужно будет над этим очень много работать. Но вы можете записать это как опыт работы в резюме, и однозначно хорошие руководители смотрят на то, где вы участвовали, в каких программах волонтёрских вы работали. Президент Казахстана Касым Жамарт Токаев отметил, что волонтёрское движение необходимо для нашего государства. Почему? В каких сферах сегодня требуются волонтёры? Нуждаются волонтёры? На самом деле это очень почётно. Мы предложили эту идею «Года волонтёра». И нас так сразу поддержали. Это замечательно. И всегда, мне кажется, ты не ожидаешь, а когда эта поддержка идёт, всё здорово всегда складывается по порядку. Это любые направления волонтёрства. Но мы выделяем в Казахстане, наверное, приоритетные для себя. Но вот немножко в бок уйду. Во-первых, ничто ниоткуда не взялось. Любые корни, особенно центрально-азиатские корни, они предполагают волонтёрскую ту самую деятельность, которая изначально идёт от потребности души. Потому что это наше веление, мы так живём. АСАР, в других странах это может по-другому называться. На самом деле это очень взаимосвязано. Ничего ниоткуда не произошло. Те же тимуровцы, которые в Советском Союзе, и мы все вспоминаем, и так далее. Это же то же самое волонтёрство, по сути, немножко иная форма. Сейчас модно называется волонтёрство. И мы очень хотим, чтобы это распространилось. Просто в маленькое определение волонтёрство нельзя вогнать. Это скорее смысл жизни. Ты можешь так жить. Это вот как раз-таки тот самый АСАР. Ты можешь так жить, помогать ближнему и так далее. Это веление твоего сердца, скажем так. А направления, которые мы приоритетно делаем для нас? Мы выделяем 15 направлений в сфере волонтёрства. Их можно посмотреть на нашей платформе kazvolonter.kz. Но и в то же время можем сказать какие-то приоритетные направления. Это несомненная экология, здравоохранение. Это социальное волонтёрство. Это волонтёрство в сфере образования. Тоже очень интересная идея. Это международное, скорее всего, волонтёрство. И мы очень рады, что в следующем году будут какие-то сподвижки для поощрения такого рода волонтёрства. И так далее. Ну, вот такие на скидку. Ну, ещё самые-самые крупные. Социальные, которые можно дробить до бесконечности внутри. Потому что социальное волонтёрство — это любое поле социальной деятельности человеческой. И оно может быть волонтёрское. Главное, что там есть кто-то, кто нуждается в помощи. И ты можешь помочь. То есть можно быть волонтёром один час в день даже? Да. То есть не обязательно быть? Можно два часа в год. Но это не означает, что ты не волонтёр. И уволиться из волонтёрства невозможно. Как и трудоустроиться туда. Ты просто занимаешься тем, что тебе нравится. И это приносит пользу ещё и окружающим. И замечательно. У меня есть такое стихотворение. Один час в вашей жизни, но он очень много может значить для мира, жизни и людей. Даже ваш час, на самом деле, волонтёрский, он принесёт огромную пользу. Если, допустим, каждый из граждан Казахстана час выделить, то это будет большой эффект может дать в масштабах страны. Да. В августе из Министерства образования и науки пришла хорошая новость. Студенты, волонтёры смогут получать денежное вознаграждение за свою работу. Вот проект «Социальный студенческий кредит» он уже заработал? Он как-то связан тоже с вами? Он начинает набирать обороты, потому что здесь и техническая сторона очень взаимосвязана, и студенты. Но мы должны ещё помнить, что нам нужно подготовить площадки для студентов, где они могут приложить свои волонтёрские усилия. Там пять социальных направлений. Нужно учесть, что это только социальное волонтёрство для развития поддержки, работы с людьми с инвалидностью, с пожилыми и так далее. То есть социальная такая сфера. И, конечно, да, площадка готовится для того, чтобы студенты могли прийти и их ждали в этих учреждениях, где они могут приложить свои усилия. Я очень надеюсь, что этот процесс запустится как можно быстрее, но мы прилагаем все усилия к этому. И я бы здесь сделала такую немножко поправку. Не совсем это прям денежное вознаграждение за волонтёрство. А студенты должны чётко понимать, что, да, им оплачивается какая-то часть, но волонтёрство ведь они прилагают намного больше часов, и они должны это чётко понимать, когда они приходят в какую-то организацию. Но он же не будет только два часа в день уделять, чтобы был какой-то разъём и так далее. Он всё равно будет больше прилагать усилий. И это вот как раз-таки будет, несомненно, волонтёрская помощь. А плюс ещё студенты смогут закрывать свои кредиты по учёбе. Это тоже немаловажно. Нужно посмотреть, какие практики они могут закрыть, потому что всё-таки студент учится ради знаний, а не ради закрытия каких-то долгов по учёбе. Поэтому здесь тоже такой большой компонент, на котором нужно работать, несомненно. И я думаю, что вся команда от финансового центра до двух министерств, которые с нами в совокупе в этом работают, это огромная работа. А сами как студенты восприняли эту новость? Они звонят каждый день. Вы не поверите. По 50, по 100 человек иногда в день бывает, что они очень хотят. Уже всё, они горят. Они понимают, что это какая-то действительно поддержка, это какой-то символ для того, чтобы прийти в волонтёрскую деятельность. А главное, чтобы на этом не закончилось. Это же такой незаметный, я не знаю, так можно сказать или нет. Может, кто-то обидится на меня, но я из чистых помыслов. Это крючок, на который можно подсадить очень хорошо. Волонтёрство на самом деле – это такая в хорошем смысле болезнь. Ты заболеваешь, заражаешь всех вокруг, и вы делаете что-то доброе на благо всех. Хорошо. А каким образом тогда волонтёры вообще зарабатывают тебе на жизнь? По-разному. В основном все волонтёры работают. Либо учатся, либо уже работают, как состоявшиеся люди, и они прилагают какое-то дополнительное своё время на волонтёрство. Несомненно, есть неправительственные организации, которые в этой сфере работают. Но здесь уже нужно спрашивать у неправительственных организаций, как они зарабатывают и так далее. Я бы сказала, что там небольшие зарплаты, и, наверное, больше они работают за идею и за ту уставную свою деятельность, которую они прописали для себя. Волонтёры приходят получить нечто извне. Не заработать, а получить какой-то дополнительный стимул для развития. Или это касается волонтёра, вот зачастую так смотришь по статистике, либо это касается тебя лично. Это люди, которые идут матери против наркотиков, или это какие-то экологические системы и так далее. Либо это люди с инвалидностью, с детьми работают. Его это лично коснулось, этого волонтёра, и он захотел это исправить и так далее. Либо он в этом работает, потому что это очень близко, это родственники, либо он сам и так далее. А иногда ты действительно просто хочешь что-то поменять. Ты просто видишь, и тебе необходимо это исправить. И таких людей тоже очень много. А есть ли такие случаи, что, допустим, тот отказывается от помощи волонтёра? Нет, нет, мы сами справимся. И такое есть. И мне кажется, это нормально. Нужно не забывать, что каждый вправе выбирать, оказывать помощь или принимать её. Это очень важно. У нас есть проект «Женез». Это ветераны и труженики тыла в социально-извимой категории. Замечательный проект. 35 городов, полторы тысячи ветеранов и тружеников тыла. Как раз-таки такая социально-извимая категория. Есть ветераны, которые отказываются от помощи, и они говорят, у меня всё благополучно, хотя он живёт один, там, может быть, даже и сиделка не приходит, ещё что-то. У нас вот недавно мне прислали фотографии, ну вот буквально до вылета мне прислали фотографии о том, что ветеран режет себе салаты. Они пришли, а он, да, ему 93 года, и он нарезает себе салаты на зиму и так далее, заготовки делает. И он говорит, ну не надо, не надо, я сам всё помою и так далее. И такие тоже есть. Он больше общения хочет. В этом плане нужно просто понимать и приложить свои усилия просто в другое русло. То есть есть направление волонтёрства, где просто общаешься тоже? И такое тоже есть. Ну понятно, что у нас там и работа очень большая идёт, они убираются, огороды вскапывают, помогают сажать, собирать урожай, полностью моют окна там весной, да, там и так далее. То есть там такая большая плодотворная работа, именно волонтёрские рейды. Ну иногда, да, просто общение им тоже очень важно. И где-то что-то даже больше. Когда волонтёр готовит, первый инструктаж, когда для такого волонтёра проходит, мы всегда говорим, готовьте запас времени. Вы приходите не на час. Они иногда два часа, три часа. Они могут вместе блинчики приготовить и пить спокойно чай. И такое тоже бывает. Вы говорили, вот вы обучаете волонтёров. Чему именно? То есть что за инструктаж? Чуть поподробнее расскажите. Во-первых, инструктаж под каждый проект отдельно, индивидуально строится. Всегда тоже нужно понимать. И волонтёры тоже набираются отдельно под каждый проект. Ну в нашем случае. Есть организации, где есть уже пул волонтёров. И, наверное, проекты пишутся под них. Тут инструктажи другие идут. А мы подбираем волонтёров конкретно под каждое мероприятие и так далее. Но в этом случае, да, мы подготавливаем волонтёров для того, чтобы они правильно реагировали, правильно работали с ветераном, чтобы они были усидчивые. Мы смотрим эмоциональный фон волонтёра и так далее. Потому что если он очень яркий, он хочет чем-то другим заниматься, ну просто, может быть, пожилому человеку будет это некомфортно. Это тоже в такой момент, да, знаете, большой работы до волонтёрского рейда. Поэтому любое мероприятие, любая акция, социальная и не социальная, она требует дополнительного обучения и навыков. Вот мы недавно провели мероприятие Верховного суда. Их было три. В совокупе первый раз на Центрально-Азиатской площадке собрались такие большие мероприятия, именно связанные по всем странам, да. И мы волонтёров отдельно готовили, мы понимали, то есть у них два конкретных было тренинга и брифинги до, потому что нужно было каждого волонтёра проинструктировать не только, что он будет делать на данном мероприятии, как он может на конфликты реагировать, как он себя должен вести, как команда работает, чтобы у них не было конфликтов в команде и так далее, потому что они в взаимосвязке 7 дней работают в очень плотном режиме. Это же тяжело иногда эмоционально. В этом плане тоже нужно подготовить. И если немножко подвести черту, то есть есть молодёжь, ребята, девушки, которые хотят оказать помощь, но они не знают, куда обратиться, кто нуждается в их помощи, они могут обратиться к вам, уже получить некий инструктаж и оказывать помощь, да? Совершенно верно. Да, мы можем сказать, что у нас есть платформа, единая платформа, казволонтер.кз, она государственная, Министерство информации и общественного развития. Это тоже очень важно понимать, потому что это единый реестр, и когда будут строиться мотивационные конкретные шаги от государства, они лягут на эту платформу, это тоже очень важно. Вы можете там зарегистрироваться как волонтёр, как организация, и просто написать свой проект волонтёрский, где вам необходима помощь волонтёров. Это может быть бизнес, НПО, различные государственные учреждения и так далее. Без разницы. Вам нужны волонтёры, вы пишете проект, попадаете на платформу. Можно так состыковаться онлайн, можно, да, написать национальную волонтёрскую сеть, если вы даже с любого другого города, и мы дадим вам список организаций, с которыми не только мы сотрудничаем, но есть организации, с которыми мы точно знаем, что они работают, и вот, например, по тому направлению, которое вам интересно. Можем вас так состыковать. Иногда это всё очень просто. Ты садишься в интернете, набиваешь то, что тебе нужно в твоей области, и вылазит список, несомненно, тех организаций, которые этим занимаются. Сейчас всё очень легко и доступно. Мы ведём Инстаграм, поэтому там тоже попытаемся постоянно выставить то, что происходит в регионах, чтобы люди видели, что это не только в Астане, там, в Нур-Сулстане, извиняюсь, да, работает, не только в Алматы, там, в Шимкенте, в крупных городах, а что это работает повсеместно по всему Казахстану. Татьяна, спасибо вам за подробное интересное интервью. Я на этом с вами прощаюсь. Читайте новости на портале bnews.kz. Всего доброго и до свидания. Спешите делать добро.